Друзья, я в Марусиной комнате. Хочу вам показать горы. Горы, друзья мои, сегодня. Смотрите, какие красивые. Смотрите. Как отчётливо их видно, да? На улице холодно. Прямо настоящая зима, друзья мои. А в садах фрукты. Друзья, пока я здесь брала маску для лица, у меня здесь с Марусей стоял хайлайтер. Помните, она купила? Короче, он упал. И в дребезги. Вот так вот. Азан поёт, друзья мои. Слышно вам или нет? О, сейчас прикол. Одела, короче, масочку. А всё почему? Готовлюсь к прямому эфиру, друзья мои. Прямо, блин, как на свидание с вами собираюсь. Голову намыла, масочку делаю. Масочка у меня авокадо. Авокадо. Первый раз такую делаю. Купила, помню, давно. Я не помню, когда. Так что... Буду красотка у вас. А прикол-то хотела вам рассказать. Надела, значит, я маску. О, Шанельчка пришла, нюхает меня. Ну, беру айфон, чтобы вам заснять. А он меня не узнаёт? Фейс мой не узнаёт? Пароль требует? Ой, я смеялась, думаю, ну вот, хороший айфон. Доброе утро, друзья. Солнечный привет всем из Мерсина. Упс. Гляньте, друзья. Вот так вот. А вчера зашла вообще ко мне в дом. Звездюлька такая. И нравится ей по дверю. Лежанка свободная. Красавица. Вот такой вот. Вот такой вот сюрприз у нас с утра. Маруся вышла с Шанелькой гулять, а она сидела прямо по дверью. Пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс Друзья, всем привет! Я с тележкой, но сегодня четверг. Друзья мои, сегодня не базар. Голову помыла, посмотрите, какая я лохматая. Выхожу из подъезда, светит солнце, даже припекает. Я в пуховичке, друзья мои, потому что ночью 5 градусов. Ночью 5 градусов, днём 12. Ну, я вчера, у меня же вчера были гости, у меня же вчера были гости. Сейчас прикреплю видео, друзья. Всем привет из солнечного Мерсена. Смотрите, кто у меня в гостях, друзья мои. А сегодня есть повод зайти ко мне и поделиться радостной новостью. Лена Головин. Чила Вейнжена, 2 года. Ю-ху, друзья, порадуемся вместе. Да, я счастлива. Друзья мои, готовим закуску. Готовим закуску, друзья мои. А что, есть повод, есть повод, друзья мои. Сегодня у Лены Вейнжи, у моих родителей свадьба. Первое фиголя. Так что, всё хорошо, друзья мои. Леночка, расскажи мне про свои чувства. Что ты ощущаешь? Ты, во-первых, видела эти чувства, когда я к тебе пришла. Да, да. Спасибо, что ты их разделила вместе со мной. Потому что, ну, вот зашла я в ЙОЧ с одними эмоциями. Это просто пришла сделать себе ВНЖ. Ну, хотелось, конечно, хотелось. И меня что-то так напугали, что больше, чем на один год мне никто не даст. Я гражданка Украины, с украинским паспортом, естественно. Ну, я настроилась, думаю, ну, на год, на год. Ну, какова же меня радость была, когда мне просто вот без разговоров на два. Аж секрет. И я вышла с этим чувством просто, как будто вся Турция моя. Как будто я гражданка уже здесь. Я ни в коем случае не говорю, что я, ну, там, против своей страны. Ни в коем случае. Я не отказываюсь от своего гражданства. Я люблю свою страну, и я буду жить на две страны. Я очень хотела ВНЖ на два года. Ну, тем более ты купила здесь квартиру. Да, да, конечно. И хочется приезжать, когда хочешь быть здесь, неограниченное количество времени. Тем более я хочу своего старшего сына немножко приучить к бизнесу отдельно от меня. Вот я хочу отойти немножко от дел, как говорят, пенсия. Ну, пусть будет пенсия. Ну, вот такая моя. Замечательно. По документам мы с тобой пересядем на диванчик. Ты потом расскажешь, что ты делаешь для ВНЖ, какие документы. Потому что наверняка будут вопросы. Ну, это уже все, наверное, знают. Ну, я перечисляю. Давай сначала чай попьем. Ну, давай. Давай попьем чай, потом расскажем. Друзья мои, посмотрите, какой у нас вид из окна сегодня. Не солнечный, не солнечный. Аленочка уже разложила свои бумажки. Готова. Готова рассказать, поделиться, какие нужны были документы для подачи на ВНЖ на два года. На два года я буду рассказывать так, как гражданка Украины. Я не знаю, как остальным. У остальных может быть другие. Значит, надо было ТАПУ. Надо было договор. Неважно с чем. На электричество, на газ или на свет. Ну, с чем есть. У меня есть на свет, поэтому я... Там интернет кто-то. Тоже можно. Ну, чтобы вы видели, что вы хотите здесь жить. Значит, адрес номеротаж называется. Вот. Дальше экспертиза. И четыре фотографии. Все. Все это я... Что копия, что оригиналы. Все это я принесла. Подала. Он улыбнулся мило. И сказал, там он. Там он. Отправил меня снимать отпечатки пальцев. Это происходило там минут на 3-5. Фотография. Анфас профиль. Вот. Все я... Дальше я вернулась. Мне выписали на бумажечке. На вот такой маленькой. Значит, что я должна платить? А, я еще должна была на два года купить страховку. Ну, вот я подавалась на два года. И этот вот... Ну, тебе кто-то помогал же, да? Да. Мне помогала Умида. Она от Лиги работает. Я уже показывала вот к тебе, где Лига. И она, естественно, мне все это подсказывала. И... Ну, я ее отблагодарила сразу, хочу сказать. Потому что человек настолько все делал, все подсказывал. Вот даже я так... А мне выписали, ну, вот на бумажечке, сколько заплатите. Я так говорю. Умида, подождите, я хочу посчитать. Она говорит, если денег не хватит, я помогу. То есть я... Вот даже я так удивилась. Да нет, хватит. Мне просто надо посчитать здесь, чтобы я была готова. Я платил граждане Украины на два года. Мне выписали в общем на 5 тысяч... 5 тысяч 461 лиру. Это страховка для налога? Это налог. Да, для граждан Украины это... А страховка сколько? Медицинская. А страховку я купила на два года 4900. Поднялись цены. Поднялись цены. Было на первый год 1900. Ну, и второй год там вот сколько? Две. Короче, у тебя такая круглая сумма получилась с ВНЖ. Да, крупная. Ну, украинцам так же, как вот эстонцам у них дорого. То есть, ну, вот русским сказали дешевле. Много людей в Гетче? В Гетче очень много людей и... Грустные, веселые? Очень грустные. Русским, ну, вот 4 человека отказали передо мной в первом, первичном ВНЖ. И одной семье отказали в продлении. Продлении даже. А не знаешь, аренда или что в продлении? Ну, я же не знаю, я же не могу прям так вот спросить. Ну да, просто они были грустные. Вот те, которые в продлении, они были в шоке. Потому что вот мне показалось, что не туристик. Ну, опять же, люди же покупали квартиры и оформляли туристические ВНЖ. Ну, то есть, если квартира меньше, чем 75 тысяч лир. Вот. Я готова была, я сделала экспертизу. Хотя сказали, что Украине можно было не делать, но я подготовилась. Поэтому он видел все. Какой-то документ надо было донести. И у Мидочка очень быстро все это распечатала. Ей только смс-ка и отправила. И она быстро распечатала, прибежала и принесла. Ты еще рассказала, Леночка, что сейчас с помощниками в кабинет не пускают. Как меня. С помощниками, да. Она могла подойти на этаж, но даже не пустили. Вот его выписали номерок. И ее уже туда. Но в кабинете есть переводчик теперь. Да, есть. Что не было раньше, когда я ходила. Если нет переводчика, они приглашают. То есть, с русским переводчиком сказали, проблем нет. Но мне он не понадобился. Он там пару слов сказал, и все было понятно. По маме я понимаю и все. А так вообще улыбчивые они, да, там люди сидят? Да, сидело три человека. И вот я попала к тому, что хотела. Он действительно улыбчивый. Он медленно все оформляет. Это же Турция. Ну, уже куда спешить? Ну да. Это точно. Поэтому я оплатила. Пришла. Они мне выписали. Вот. Вот это и есть ВНЖ. Распечатали. Супер, поздравляю. Вот тут же прописали в электронном виде. Не надо бегать, как раньше. Вот там есть. Я смотрю, что некоторые и сейчас ездят. Прописываются в течение 20 лет. Я тоже буду все переживать. Думаю, мне надо завтра прописаться. И тут он мне говорит, все, прописка, все готово. Я говорю, в смысле? Нет, говорит, все. Я еще у Миды уточнила. Все. Поэтому зашла я просто, а вышла счастливая. Да. Молодец. Да, я теперь могу находиться в своей квартире столько, сколько хочу. Конечно, семья тоже подтянется. А семья уже будет получать туристик? Нет. Тут тоже будет. У них настолько часто меняются законы, что я не знаю. Сейчас, на сегодняшний день, если бы они подавались, как туристик. А через полгода, когда вот я планирую, что будет и муж, и сын подаваться, посмотрим, как будут законы Турции меняться. То есть, вот будем уже по ходу смотреть. Сейчас он мне подавится. Все, я счастлива. Нравится ли мне Турция? Мне нравится Турция. И нравилась бы она в любом случае, даже если бы мне не дали ВНЖ. То есть, ну... Ну, жила бы на две страны, да? Приезжала бы на три месяца, пожила на две страны, пока немножко поживу, потому что... Потому что надо уладить все дела. Работа у тебя там, бизнес. Да, и работа есть. Поздравляю. Спасибо большое, что ты поделилась с моими подписчиками этой информацией, потому что наверняка кто-то из Украины едет, им интересно. Значит, что мы поняли? Важно сделать оценочную стоимость квартиры выше 75 тысяч. Ну, я хочу сказать, так, квартиры подорожали, что, в принципе, мне кажется, 1 плюс 1 сейчас меньше не стоит. Ну, может, 60. Ну, я думаю, что... Напомню, какую сумму ты заплатила, и какие сейчас цены на оценку. Я эксперта приглашала в декабре прошлого года, он не обошелся в 3... Это месяц назад? Да, в 3,5 тысячи лир. Сейчас в 9 тысяч лир. Вот так. А, нет, извините, в 5 тысяч лир. В 5 тысяч лир. Это ты в декабре 5 тысяч? Нет, 3,5 я, сейчас 5 тысяч лир. Все, поняла. То есть выросла цена? Да, да. Ну, главное, что... Пускай выросла, но главное... Чтобы дали... Экспертиза выросла, не выросла... Что я еще сделала, забыла. На 2 года я купила страховку. Страховка. Страховка. Страховка, что в декабре было. Что в декабре, но я дешевле платила. Но ты же страховка полгода назад. Да, я в июле. Да. Да, может и вероться. Так что все. Супер. Поздравляю тебя, Леночка. Субтитры, моя дорогая. Смотрите. Печка-буржуйка на стоянке такси. Дым валит, видите? Ну, холодно. Все, зима в Мерсине. В феврале пришла зима, друзья мои. Вот так вот. А мы с вами, друзья мои, идем в Мигрос. А взяла я с собой помощницу, а потому что. Потому что не хочу тащить в руках тяжести. Надо себя любить, в конце концов. Вы правы. Ой, посмотрите, тут все вырубили. Тут все вырубили. Вот канава вот эта. Там сады. Я вам снимала. Мы там с Шанелечкой гуляем. Почистили, короче, тут вот все. Вы смотрите, и тут все вырубили. И тут все почистили. А мы идем в Мигрос. А потом мне нужно будет в шок зайти за пеленками для Шанельки. Бум-бум-бум. Это ужасно на самом деле. Вот так вот целый день. Бум-бум-бум по башке. Я сочувствую людям, которые живут рядом, друзья мои. Вот сочувствую этому дому. И тебя, мам, сочувствую. И тебя, мам, сочувствую. Сейчас посмотрим вообще, что здесь строится. Может быть, висит бан. Друзья мои, бана я не вижу здесь. Нет, рекламу пока не повесили. Не повесили пока. Но как повесить, я обязательно вам сниму, друзья мои. Здесь будет сито сто процентов. А мы идем в Мигрос. Бум-бум-бум. Друзья мои, вот зачем. Смотрите, в октябре месяце я купила себе ополаскиватель и гель для стирки. Помните вот этот набор? Я купила его в районе 45 лир. Прошло 4 месяца. У меня благополучно закончился гель. На одну стирку еще остался на дне. И за 4 месяца цена выросла вот так вот. Теперь по скидке 61. То есть на 1 евро поднялась. И вот я думаю, купить мне такой же для светлого цветного белья или купить для темного, для джинс. Вот такой вот для темного белья. Вот я стою, думаю, на распуте. Ну, скорее всего, сегодня куплю вот этот. Еще я здесь покупала по скидке Ома 3 килограмма. Вот я покупала Ома. У меня тоже уже заканчивается. Цена вот такая вот. 64 лиры по скидке 3 килограмма. Также здесь Ориел. Такая же цена. Ну, если делить на 20, это получается 3 евро 20 центов. Так что очень хорошие цены. Смотрите, друзья мои, пеленки. 10 штук. 10 штук. 60 на 60 размер. Вот размер. И сейчас по скидке за 34,90. Вообще я покупаю всегда в шок магазине. И они там стоят 38 лир. Так что зачем мне идти сейчас в шок, да? Если я могу здесь купить пеленки. Также микрос сейчас скидки на таблетки, посудомоечную машину. Смотрите, 145 лир. Это 33 таблетки. А 228 это 60 таблеток. Ферри фирма. Вот такие вот сейчас цены. 1 евро 20 лир. Вот и считаем. Это будет 11,50. 11,50. 60 таблеток, друзья мои. Подписчица моя спрашивала, где я купила тесто слоеное. Друзья мои. Вот я купила тесто слоеное такое. 10 пластинок. И цена 25,90. Такая цена. Полкило. В мразильной камере. Друзья мои. Очень удобно. Значит, что я купила в микрос? Я купила со скидкой гель для стирки с ополасковителем. Я показывала вам. Купила все-таки 3 килограмма ома по скидке. И пеленки. Друзья мои, я заплатила 161 лиру. Это 8 евро. Вот считайте. На 8 евро я купила 3 килограмма порошка. Гель для стирки, ополаскиватель и пеленки. На 8 евро все вместе. Вот такая вот цена со скидкой. Очень удобно. И использовать я это буду на 4 месяца точно. Потому что в октябре я покупала все то же самое. Не, пеленки я, конечно же, буду докупать. Я имею ввиду, что порошки стиральные. Я использовала 4 месяца. В Старбаксе очень много людей, друзья мои. Мне нужна морковка, друзья мои. Мигроси. Я купила и лук, и картошку для салата оливье. Морковки не было. Я смотрю сейчас в А101, тоже морковки нет. Вот надо было мне на рынке купить. Взяла огурчики. В А101. Сейчас с вами возьмем колбаску на завтраке тоже. Взениту хорошо. Сладости. Вода. Вот вода стоит 3 лиры. 6,95. Все зависит от фирмы. Вот масло подсолнечное, друзья мои. 37 лир и 69,2 литра. Такие вот цены. Оливковая 85,1 литр. Это в А101 такие цены. Упс, друзья, смотрите. Оказывается, в холодильнике рядом с молочкой морковка. Ну, замечательно. Ну вот, друзья, подсела я на эту колбаску. С кисташками. За 10 лир. Вот такое вот. Хоть у меня будет и оливье завтра, колбаска пускай тоже в холодильнике будет. С солями. А полка с яйцами не радует. Бюджетный вариант за 37 лир. 15 штук. Йок. Только за 71 лир. И 68 есть. Не буду брать. У меня дома еще есть яйца. Ну вот, все купила, друзья мои. На солнышке так припекает. Уже хочется даже расстегнуться. А я в светорочке, в пуховичке. А я в этом пуховике, друзья мои, в июне месяце по Таллину гуляла. А здесь вот цветы в феврале, друзья мои. Зелень такая. Небо голубое. Ну, благодать же, благодать. Вот так идешь и любуешься. И глазки радуются. Иду по дороге, друзья мои. А потому что... Потому что если идти по пешеходному тротуару, там, видите, какие узоры. И моя тележка дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. А ничего страшного. Здесь машины редко ходят. Это я подхожу к Димар. А потом уже к своему сите. Ну что, готовы сегодня к прямому эфиру? Я? Да. Посмотрите, как зелена вот эта сита. Такие вот цветы. Прямо живая изгородь, да, друзья мои? Очень красиво. Очень. Я сошла в Димар, друзья мои. Потому что в А101 я забыла купить булку. И не было там семечек таких желтых. Маруся заказала. И там я встретила молодого человека в А101. Он искал сметану. И я ему сейчас хочу показать, что в Димаре вот этот йогурт, вот так вот он называется, 4% стоит 19,50. Это я использую вместо сметаны в борщ. В супе. Так что у меня плюс один подписчик, друзья мои. В магазине А101 познакомилась с Владимиром. Владимир, вам привет. Видите, друзья мои, мы у себя мусор не сортируем дома. Потому что это работа других людей. Вот так вот по городу ездят вот такие вот мешки. И люди сортируют. В основном это молодые люди. Даже подростки. Я видела лет по 11-12. А это мой дом, друзья мои. Вот мой дом. Вот их два дома. А это уже моя территория. Видите? Это уже беседка. Там у меня бассейн. Вот за зеленым забором. Это уже моя территория, друзья мои. Это мы идем с Димар. Идем с Димар. Поставлю варить картошку, морковку, яйца. Буду готовить салат оливье. Вот. Смотрите, контейнер для бэушной одежды даже рядом с моим домом есть. Вот он. Так что спустился с горочки и выкинул то, что тебе не нужно. Надо заняться будет этим. Может быть, завтра. Сегодня у меня грандиозная стирка будет, друзья мои. О, горочка! Сейчас мы поднапряжемся. И пойдем. И пойдем. Физические нагрузки никто не отменял. А что? Светлана Балина должна шикарно выглядеть. Она дала себе разрешение любить ее. И самой полюбить. Так что надо быть красоткой. Все, отдышечка пошла. А это я еще, друзья мои, не курю. Ой, не могу, Мора. А зато солнышко. Вот так. Ничего, что плюс двенадцать, друзья мои. Я уже вспотела. Очень тепло. Весна, друзья мои, весна. Так и лежит, друзья мои. Красавица ждет меня. А ей тепло. А мы с Шанелечкой... Шанелечка, фу! Мы с Шанелечкой идем гулять, друзья мои. Заходи. Я одела ей платьюшко. Я одела ей платьюшко. Друзья мои, напишите, как вы выгуливаете своих питомцев плюс двенадцать градусов, когда? Я не знаю, как ее одевать. Я то одеваю пуховик ее, серебряную курточку такую с мехом, то одеваю розовое платьюшко. Я не знаю, как одевать. Мне кажется, чтобы она не замерзла. Мне все время хочется ее укутать. Друзья мои. Встретились подружки. Ой, какая подружка идет. Шанель уже что-то грызет. Шанель, фу! 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 Ах, хулиганка! Фу! Она косточку схватила. Смотрите, друзья, вот. Кость! Кость! Хулиганка! Фу! 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 Быстро отошла отсюда. Да посмотри на нее. Хулиганка! А, хулиганка! Иди гулять! Гулять пойдем! Побежали, 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 побежали! Так вот она сейчас побегает. Еще у нее есть подружка. А я вам хочу показать огород. Хочу показать вам, что у нас на территории. Посмотрите, февраль месяц. Посмотрите, какая красота. Цветет. И уже плоды. И уже плоды. Посмотрите, какая красота. Шанельчик, ничего нельзя с пола кушать. Нельзя ничего. Так что вот, февраль месяц. Глазки мои радуются. Глазки радуются. Зелень, цветочки. Посмотрите. Посмотрите, друзья мои. Шанель! 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 Ай-яй-яй! Бессовестная. Хулиган. Опять шлет. Стой! Она команду стой, хорошо знает. Вытаскивай. Вытаскивай изо рта. Фу! Фу! Нет, побежала. Я ей не даю куриной кости, ничего не даю. Потому что здесь у нас на территории жарят обычно крылышки куриные или шашлык. И кормят всех котиков. Ну, короче, всех, кто подойдут к людям и попросят еды. И потом эти кости по всей территории. И вот мы выходим гулять. Я стараюсь на территории не гулять. Просто я что-то машинально поводок оставила дома. И поэтому приходится здесь побегать с ней. Вот. И она хватает вот эти кости. А так дома я, конечно, ей не даю косточки. Котик за ней все время ходит. А она, видите, вот там все грилят. Очень часто вот именно здесь наверху. Не внизу, а именно наверху здесь. Ой, наш бассейн, друзья мои. Скоро Светлана Валина будет здесь на своем пончике попу греть. И вам видосики снимать. Я читаю ваши комментарии. Спасибо большое за поддержку, за добрые комментарии. Так приятно слышать, что Мерсин, дождлив вам тоже нравится. А я все переживаю. Как бы привет из солнечного Мерсина. И у нас дождь. И не хочется вообще вам грустное видео снимать. Вот не хочется. Хочется вас баловать солнышком, греть солнышком, друзья мои. Но я с вами согласна полностью, что дождливый Мерсин тоже прекрасен. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры...